Здравствуйте! Здравствуйте! Чё спинилось? Я вас тут не запинял. А я хотел бы уточнить некоторые правила дорожного движения. Начали у кого-то спрашивать. А, ну давайте, задавайте, конечно. Вот говорят, есть новое правило, которое запрещает ездить с 10 до 12. Это правда? Да это бред! Как ты не ездить с 10 до 12? А что делать? Нет, ну просто говорят, что прям штрафуют за это. Да ну нет, вы что, это бред какой-то. Ну как ты не ездить вообще? Ну тысяча долларов штрафа. Тысяча... Да нет, ну не можно. Воно б конечно хорошо было, но нема такого правила. Ой, класс, отлично. А то я уже думал вообще не ездить и всех друзей отговорить. Да нет, вы что? А вот это про то, что нужно теперь 15 аптечек возить вместо одной, это тоже правда? Ха-ха-ха, это вообще прикол. Я это, 15 аптечек, ну это ж бред. Это что, за история для какой-то тупой блондинки? Где-то вы наслухались такого? У одной тупой блондинки. Это он? Да, Буся, это он. Эй, что вы сразу выходите, что вы выходите сразу же? Ну что, тупой мент, что теперь будем делать, а? А что, ничего, а может еще правила выйдут, мы же не знаем, они там творят, что попало. Я что-то баксов вернул, которые ты у нее нацыганил. Вот вы, вот вы, вот вы жадный вообще капец, до чужого добра. Верну я вам 5 тысяч, сильное дело. У меня, между прочим, тоже дети есть, им кушать надо, забирайте. Все, едьте себе. Нет, никуда мы не поедем. Як цены поедем, я все отдал. А теперь самый главный штраф. Какие? За непристегнутый ремень. А что там за штраф? Ну тот, за который нужно показывать было сиськи. А я ничего не бачу. То есть ты хочешь сказать, что там у нее ничего нет? Нет, там есть нормальные сиськи, такие красивые. То есть ты смотрел на сиськи моей жены? Ну я так, я с ним глазком, с поворотом. Стой, падла. Ты сюда! На! На тебе! Как хорошо, что он не знает о штрафе за страховку, а кто бы пообивал обоих. Да, уж здесь завал полный. Как в этом всем разобраться? Блин! Да это взорвалось. Курочка, курочка, я яичко, мы на месте, прием! Девушка, вы что здесь сидите? Быстро на улицу! Что случилось? Быстрее, девушка, здание заминировано! Сейчас здесь все рванет! Уходите! Как заминировано? Да вот так вот заминировано! Девушка, не мешайте работать специалистом! Прости, мне надо документацию собрать по кредитам! Какая документация? Сейчас тут рванет все! Подождите, а если рванет все к чертовой бабушке, можно завтра не выходить на работу? Уходите отсюда! Спасайте свою жизнь быстрее! Хорошо, хорошо, убегай! Я ж тебе говорил про канает! Банки, бабы все тупые! Точно! Так, слушай, ты это сейчас посмотри, там в компьютере анкету мою и удали ее! Какие-то минеры! Так, вот у нас Петренко! Раз! И нет Петренко! И здесь тоже Петренко нет! Получается, я им уже ничего не должен! Слушай, это ты реально прикольно придумал! А ты говорил, машину я дорого взял! Получается, бесплатно! Слушай, а давай в ЖЭК зайдем? Я там на такой долг за отопление! Не у тебя одного! Сейчас мы им там такое устроим! Они нам еще должны будут! Ага, собственно, все, опасность миновала, можете работать! Ничего-ничего! Пусть все взрывается! Я нашим сообщила! И наш сервер увезли там со всеми копиями, документацией! Так все, все хорошо! Как увезли? Куда? Сервер где? Где сервер? Говори! Где сервер? В главном офисе! А я еще в МЧС позвонила, сообщила! Они сказали, если это шутка, то этим шутникам большой штраф! Фух! Так это, ты тут давай сейчас вытри все отпечатки пальцев! И заодно память ей вытри! Я в главный! Давай! Так, ну с отпечатками я разберусь! А память будем вытирать! Проверенным способом! На троих! Здравствуйте! Здрасте! А это у вас СТО? Лучше на районе! Да, если это лучшее, то я боюсь представить, какие остальные. Так, вы по какому-то конкретному делу или просто так? У меня просьба. Мой сын учится в третьем классе. И у них было задание написать сочинение на тему «Кем бы я хотел быть?». Так вот, мой сын написал, что он хочет быть СТОшником. Красава! Лучшая профессия в мире! Вы его к нам на экскурсию собрались привезти или сразу на стажировку? Ой, нет, не дай Бог! Я, наоборот, хочу показать какая-то плохая и грязная профессия. Вот. Нет у нас времени хернёй заниматься. У нас работа тяжёлая. Вот! Вот я и хочу, чтобы вы рассказали, какая это тяжёлая профессия, СТОшник. Не бесплатная, естественно, пятьсот. Хватит? Каждому мы, между прочим, будем свою любимую профессию грязью поливать. Хорошо, вот, пожалуйста. Лёшенька! Держите. Мама, мама, ты видела во дворе разобранную машину и кардан искорёженный? Я тебе говорил, там с карданом проблемы, вон даже ребёнок разобрался. Сыночек, сейчас эти дяди расскажут тебе, как сложно и плохо работать на СТО. Погуляй с ним пятнадцать минут, а я пока по магазинчикам пробегусь, ага? Спасибо, мамочка, это самый лучший день в моей жизни. А не за что. Слышь, малая, ну иди сюда. Значит так, внимательно. Здесь нигде не бегать, потому что что-то по башке тебе стукнет, и всё, а потом нам отвечай, понял? Ага. Чё? Вау, это же целый бассейн бензина! Хм, это я придумал. Да это же кран для замены двигателя. А, нравится? Погадаться хочешь? Да нет, думал, движок заменим. Так-так-так, тут не дожали, тут не докрутили. Заводи. Да ладно, малой, ты не за это самое. Два мастера работали на этой машине три дня, не заводится она нифига. Заводи, говорю. Да там со стартером проблема. Заводи, говорю. Ай, заводи, заводи. Да не заведётся она в жизни. Заводи. Нифига себе! Значит так, в учебнике написано, при забитом сапуне резко возрастает давление внутри ДВС. Это приводит к детонации и потере мощности, а расход наоборот возрастает. Понятно? Приблизительно. Приблизительно. Пока, лузеры. Пока, лузеры. Пока. Пока. Такого мастера потеряли. На троих. Блин, я тебе говорил. О, сосед, привет. Какими судьбами? Это, рецепт прочла, пойду приготовлю ужин. Давай, да, да. Ну что, есть хочу как собака. Слышь, сосед, если ты пришёл за деньгами, сразу тебе скажу, денег нет. Не-не-не, Сань, я это, я за советом. Да! В командировку собрался, и боюсь жену дома одно оставлять. Ну ты понимаешь, о чём я. А-а-а, конечно Правильно сделал, что пришел ко мне Я же профессионал Ты знаешь вообще, какой я ремнивый? Я ремнивый такой, что Янку вот если б с кем-то увидел Застрелил бы обоих И сел Да шучу я Оно что-что Безопасность превыше всего Это точно У меня тут такая система безопасности Я тебе говорю, Янка в жизни Мне изменять не захочет Да Посмотри, посмотри вокруг А, ничего не видишь А вот туда вот посмотри Вон туда, видишь Камера скрытая стоит У меня тут по всем стенам Датчики слежения стоят Если что, вдруг, если в комнате Больше одного человека Сразу пи-рим И мне смс-очка на телефон приходит О, вот кстати, видишь Видно, что вы тут вдвоем были Ну я же к тебе зашел за советом Ну да, да, понятно Так, знаешь, а вдруг, если вот теща, допустим, приехала И датчики сработают Я же тебе сказал Датчики срабатывают только на теплокровных А не на эту змеюку Ну да, ну да Ну она знает, что сюда лучше не заходить А еще, смотри, значит, я в шкафу капкан ставлю На медведя Вот тут у меня все абсолютно решетки на окнах потоком Чтобы если только взялся Вот так вот, да Насмерть вообще Ну и самое главное Самое главное Вот Моя гордость Что? Матрас Весь полностью датчиками напичкан Если вдруг какая-то активность на нем начинается Ну ты понимаешь, да? Сразу мне шлеп и смс-очка на телефон Ну, Янку, конечно, одну, если оно там не реагирует Ну, такого журдяя, как ты Точно сдаст Так а мне-то зачем? Я-то... Не, ну, понятно Это я так К слову, да Ну да Класс, слушай, ну круто это слово у тебя Саша, я уже приготовила А, отлично, хорошо Слушай, извини, пойду покушаю Да, да Есть, хочу Да, и я пойду Да, все, счастливо Давай Давай, я лучше пойду Давай, две минуты Ты чего это здесь, датчики? А-а-а-а А-а-а Попались? Все объясню Головки Нет А это? О Вот в этой кофте Вам будет очень хорошо Она оттеняет цвет ваших прекрасных зеленых глаз Оттеняет это хорошо Да С пачкой долларов в руках Я буду выглядеть в ней очень гармонично Беру Вика Там уже очередь из фур выстроилась Я не понял А что вы здесь устроили? Магазин, что ли? Я подбираю себе обновочки на весну Нашла время Там штук сто фур стоит Мужчина, слушайте, покиньте помещение примерочное, а? Вы смущаете женщину Это таможня А не примерочная И это не дама А в первую очередь Работник Госучреждения Вот мужики, да Они ж только видят внешнюю оболочку А того не понимают Что тонкую ранимую женскую душу Может спасти только Новая кофточка С душа она у всех А вот работать в таможне Может Тот человек Ому очень повезло Я пойду Фуры Пускать Нет, нет, стоять Всем стоять Пока я не подберу Ну Зачем тебе все фуры? Ну Выбери одну Я остальные Пущу Я не могу Потому что в этой фуре Кофточки А мне Под эту кофточку Надо будет подобрать Юбочку А она во второй фуре В третьей Туфельки В четвертой Сумочки В пятой Браслетики Колечки Всякие украшения Стой, стой, стой Ты что хочешь Из-за Своих обновок Парализовать работу Таможни? А то, что у меня Жизнь личная Парализована Тебя это не смущает? Хожу вот Как лохушка В форме Так Лохушка Слушай меня сюда Я пошел Первую фуру Пропущу Остальные За ней Ясно Да не пройдет Эта фура Это еще почему Женщина? Потому что я водитель Этой фуры Так А ну быстро Уберите машину От госпожи начальницы Зависит А вы Поскорей покиньте Примерочную Может как Белизончик А? Та-дам 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 Два виски Пожалуйста Беру Беру Это беру Это беру И вот это Вот это Хорошее удилище Крепкое Для крупного улова Так сказать Это хорошо Потому что В крупных уловах Мы разбираемся Так я не поняла Почему у нас Такая пробка На пропуске? А это теперь Я Викочка Готовлюсь К новому Весеннему Рыболовному Сезону Столько фур Чтобы выбрать Одну удочку? Это в одной Фуре Удочки Во второй Крючочке В третьей Блесна В четвертой Леске В пятой Грузике Вон Целая Цистерна Опарыши Стоит Ну-с Давайте Начнем Одну Секундочку При тем Как вы Начнете Свою Эту Простенькую Операцию Я бы Хотел Задать вам Пару Вопросов Пожалуйста Первый Из них Почему Мне так Дорого Обходится Эта ваша Операция Почему Дорого Очень даже Дешево Божеские Цены Да Милочка Говорят Что Евреи Богом Любимый Народ Но судя По вашим Божеским Ценам Бог Нас Разлюбил Что Конкретно Вас Не устраивает Конкретно Меня Не устраивает Ваш Ешефт Что 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 Так Что Вот Наркоз 200 долларов Правильно Наркоз Рассчитывается Исходя Из веса Когда Вы поступили Вас Взвесили И на ваш Вес Наркоз 200 долларов А ничего Что За эти Три Дня Пока Вы Меня Готовили К этой Операции Я Похудел Ну А кто Вам Виноват Что Вы Не ели То Что Готовила Наша Повариха С Вашей Поварихой У меня Уже Был Разговор Сейчас Скажу И вам Евреи Очень Экономный Народ Да Но Как Экономит Ваша Повариха Так Дай бог Ей здоровье Суп Прозрачный Каша Без масла А мясо Было Только Один раз И то В ее анекдоте Слушайте Ну и Насколько Вы там Похудели Я Сбросил Полтонны Да Всего Лишь Полкилограмма Ну 500 грамм Тоже Стоит Деньги Ладно Ну Сбросим Мы вам На анестезии 10 долларов Вы довольны Вот Вот Копеечка Копеечки И шекель В кармане Идемте Дальше Так Я здесь Увидел Список Медикаментов И Ах Ну 10 бинтов Это Что такое Вы оперировать Будете Или Мумифицировать 10 бинтов Это Так сказать Запасом На всякий случай Знаете Ваши Всякие Случаи Сам Торговал Излишками Так Два Два Бинта И Точка Так А Если Вдруг Не Хватит Милочка О чем Вы Говорите Посмотрите Какой Я Тощий Что Там С меня Стечет Кстати Вот Эту Кровь Которая Накапает Во Время Операции Можно Оформить Как Донорскую Слушайте Может Вам Еще И заплатить За это И Бутылку Красного Вина Если Можно Полусладкого Потухи Не Треснет Так Деточка Не Делайте Мне Нервы Бинты Минус Вино Плюс Слушайте Да Вы В своем Уме Вообще Пока Я Замечаю Вот Эти Тонкости Я В своем Уме Кстати За Эту Тонкость Здесь У вас Указано Что Услуги Ассистента Стоят 100 Долларов Да Что Не Так Мой Изенька Мой Племянник А готов Мне Ассистировать Когда Угодно И Где Угодно Я Ему Пообещал Что Впишу Его В свое Завещание Так У мальчика Есть Мотивация Слушайте Ну Какой Изя У него нет Медицинского Образования Ему нельзя В операционную Что Вы Говорите Деточка Как Ваше Имя Виктория Семеновна Селезнева Если Не ошибаюсь А я Не ошибаюсь А вы Знакомы Нет Просто Я В свое Время Делал Шикарные Дипломы О высшем Медицинском Образовании И Каждого Своего Выпускника Я помню В лице Так что Что у моего Изеньки Что у вашей Виктории Семеновны Медицинское Образование Примерно Одинаковое Но Изя За идею А она За мои Кровные Сто долларов Так знаете что Мне это все Надоело Мы либо Сейчас Делаем Операцию Или Или шо Или я встану И уйду Отсюда Так вы же Сами задавитесь Что Могли Получить Хоть какие-то Но деньги Ладно Ваше Предложение Двести Долларов За Все И Точки Двести Долларов За такие Деньги Мы Разве что Повторное Обрезание Вам Наркоза Сто восемьдесят И ни цента Больше Так все Я понял Сестра Наркоз Кто-то же Олег Петрович Объяснитесь За эту Таки Скидку А что вы Такое Разговариваете Где я И где Скидка Делаем Операцию По обычному Прайсу А пока Он спит Мы Прайсик Отнесем Его Племяннику Изи И скажем Что если Он быстро Оплатит То дядя Внесет Его В завещание Это очень Хорошая Мотивация Для мальчика А я Таки Олег Петрович Не все За вас Знаю Ой Не все Не все Викочка И захватите На обратном пути Бутылочку Вина Отпразднуем Удачную Стеху На троих Ну я же Сто раз Говорила Обзываться Это плохо Тупые идиоты Кошмарные дети Ой Здравствуйте А вы за кем-то пришли? Здравствуйте Нет Я По поводу Объявления Вам же нужны Воспитатели Да Как хорошо Надеюсь У вас есть Опыт общения С ужасно Непослушными Особами Есть конечно Вот мои рекомендации Так Так Кинолог Международного Класса Да Я конечно Все понимаю Но у вас есть Опыт В дрессировке И воспитании Собак Да А это все таки Дети Ну поверьте мне Что собаки Что дети Я думаю Детки вряд ли Будут слушаться Человека Который дрессирует Каких-то собак Сидеть Как это у вас Получилось Служить Ничего себе Что происходит Кружись Хорошая девочка Хорошая Вы просто волшебник Вы нам подходите Вот он где Я его ищу По всем собачатникам Он здесь Прохлаждается С очередной Сучкой Мариночка Ты все Неправильно Поняла Я просто Демонстрировал Свой Педагогический Талант Что ты Демонстрировала Знаю я Твой талант Кобелина Сидеть Голос Прости 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 Мариночка Прости И домой Быстро Жаль Такой талант пропадает С ним бы наши детки Не только вели бы себя хорошо Вы выполняли бы разные тылки Редактор субтитров А.Семкин Пу Миша Пу Миша Субтитры создавал DimaTorzok